Родители детей-инвалидов указывают на отсутствие условий для эффективной реабилитации ребенка. В частности, речь идет о детях с диагнозом аутизм. Специалисты отмечают, что с каждым годом детей с таким недугом становится все больше. Однако ни общество, ни образовательные учреждения пока не готовы принять особых детей, говорят родители. Саргалана Захарова продолжит тему. Маленькому Саше 5 лет. С виду совершенно обычный ребенок. Непосидливый и любопытный он смотрит на мир своими особенными глазами. Его мама Зинаида рассказывает, до полутора лет ничто не предвещало беды. Однако со временем начали замечать неладное. Ребенок не понимал элементарные просьбы, перестал разговаривать. Тогда они обратились к специалистам, но их успокоили, посоветовали подождать до трех лет. И здесь, как отмечает наша героиня, произошло роковое упущение драгоценного времени. Как раз наша проблема именно в том, что нет ранней диагностики у нас. Врачи всегда перестраховываются, не ставят такие диагнозы. Тем самым мы, родители, выпускаем наше золотое время, когда мы можем приблизить нашего ребенка к нормотипичности какой-то. Сынаида признается, самая сложная – социализация ребенка. Обычный поход в торговый центр может закончиться истерикой, которая, в свою очередь, вызывает косые взгляды со стороны. Общество не готово принять таких детей. А хуже всего то, что даже при введении инклюзивного образования в дошкольные учреждения им приходится сидеть дома, сокрывшись от других людей. У нас в садике, как правило, жертвы переполнены. По 35-40 человек детей. То есть, вот такой вот там гулт, крик, а наши дети с сенсорным таким воздействием очень сильно подвержены. Им тяжело находиться в таких громких помещениях. Поэтому мы вынуждены сидеть дома. Однако есть случаи в темном царстве. Абилитационные центры для детей с аутизмом разных форум. Детьми занимаются квалифицированные специалисты. Они отмечают, что эффект может быть только при постоянных занятиях. Но сегодня большая проблема обстоит у центра с помещением. В день они принимают от 10 и более посетителей. Двухкомнатная переоборудованная квартира в КПД уже становится тесной. Ведь с каждым годом воспитанников становится больше, в том числе и по причине неготовности детских садов. Принять таких детей. Дошкольного и младшего школьного возраста. У нас занимаются логопеды, дефектологи и консультации психологов. В основном дети приходят у нас до школьного возраста. Так как они не обеспечены детскими садами, родители получают занятия у наших специалистов. Также директор центра подчеркнула, аутизм не лечится таблетками. И успел зависеть от занятий и социализации ребенка. Поэтому в рамках декады инвалидов они приглашают родителей и всех горожан на дни открытых дверей. Ведь, возможно, лучше поняв проблему и увидев ее собственными глазами. Люди примут особенных детей и поймут, что все имеют право на полноценное будущее. Серглана Захарова, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск.